Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Везде по республике по телевидению сказали, что горячую воду не отключать, отложить профилактику. Но у нас не предупреждая все отключили. Мы получается не люди. Мы не можем не помыться, не умыться. Дома холодно, воды горячей нет. Это просто невозможно. С 2014-го граждане звертаются урозные инстанции. У отказах учить пропаново перейти на индивидуальное газовое водозаписпечение або электронагровальники. Масштабные реконструкции и замены за особистые сродки. От такого решения проблемы же харыня с частных домов отмовились. Особная котельня могла бы снять наболелые пытания. И решение об удовлетворении принято, кажут специалисты. Это строится котельная с учетом отключения от котельной сахарного завода. То есть эта котельная будет обеспечивать весь поселок теплом и вот этих три дома горячим водоснабжением. Но при одном условии, если будут поступления финансовых средств для строительства. На сегодняшний день их пока нет. С учетом всех нюансов срок 20-21 год. Мы должны будем и зимой работать. Ну мы во всяком случае постараемся максимально в этом году. Максимально, как можно максимально все сделать. Побыч с теми, кто не может молчать обнаболелым, уже хары 30-го дома по улице Першамайской. Яны незадоволены капитальным ремонтом их дома. Мы думали, что будет лучше, что нам утеплять. Мы уже все пенсионеры. Уже 40 лет живем в этом доме. Уже ждали столько ремонта. Хотелось бы, чтобы было лучше. Надеялись на это. Олени только из внешнего гляда дома, выкликая обурение жильцов. Дом полностью не штукатурится, а просто красится. Из-за этого вид не очень. И, конечно, я на первом этаже живу. Очень холодные полы. Очень холодно. Не было теплоаудита. Он проводится зимой. То есть за три месяца. Это где-то февраль, в утреннее или вечернее время. А у нас с ошибками, наверное, проведено. Или просто с ошибками. Специалисты у свою чаргу отзначают, что все работы ведутся сгодно проектно-кошторысной документации. Ей продуглежен ремонт даху, заладка межпанельных швов и сколов, а еще капитальный ремонт инженерных сеток. Получение государственной экспертизы мы получили от 6.04.2020 года. В экспертизе и в проекте не предусмотрено ни утепление, ни штукатурка, здание, стен здания, а только заделка швов, трещин и покрасок. Дородьше утепление хвалюя и жахарку суседних от дома по улице Клубная, 15. Мы сидим с двумя обогревателями. У нас такое расположение квартир, что ванна и туалет выходят на торец. Полотенцесушитель, он не греет у нас, он от колонки, понимаете? Поэтому зимой сейчас, в этот межсезонный период, они холодные у нас. Не утеплить вот северную сторону торца, когда солнце вообще никогда не попадает. Специалисты Скидерской ЖКГ отзначают, по проектно-кошторысной документации яны продуглеживали утепление торцовых стену. Однако в таком выгляде проект экспертизу не пройшел. Сгодно тепловизийным обследованиям утепление торцов не потребуется. Дополнительно сделали утепление цокольной части торцевых стен. И в квартире номер 14 произвели заполнение межпанельных швов внутри квартиры. Повторно мы сделали тепловизийное обследование. Это было у нас 11.02.2020 года. И обратно повторилось, значит, что торцевые стены не утепляются. То есть утепление они не нуждаются? Да. Таким чином, с пункта гляджения документов, гэтые пытания выражены. Однако, лично джихары микрорайона, таки подыход, зусим не супадая, за их разумением, по створению комфортных умов для життя людей. Что ты ж и цедомов, где отсутничая гарачая вода, авиационное будовництво котельной их мало радует. Их пессимизм подмацаван и долгим разбиральництвом, якое растягнулося на 6 год. Титуньовых вырабов на сумму около 16 тысяч рублей, якие перевозилися у чигунышной цистерне с рабсовым аллеем, выкрали гродинские мытники. Товар был затриманный у республиканским пункциям мытного оформления Лида. Пачас проведения контролю на одним из вагонов чигунышного состава, який накеровывался со сборным грузом у адрес литовских отримальников, была установлена неотповедность сродков идентификации, позначенного отправщика. Пачас огляду цистерны выкриты титуньовые вырабы. Яны были обгорнуты у полиэтилен и скоч. У бракетах, якие, в прямом сенсии слова, плавали у аллеи, находился 15 тысяч пачков цигарет. По факте незаконного перемещения товару с утойванем адмытного контроля, Гродинской региональной мытни початый администрационный процесс. У Сланемским районе на пожары амальний загинул мужчина. Або сгорание у везцы Бракова у домина супраць поведомил светка. До пробытца разликов, сусед увайшов помешканья и убачил господара 1968 года на родженне, який лежал на подлозе у калидоры. Мужчина вынес потерпелого на улицу. Выратованные отрымов опеки 1% тела. Шпитализация не спотребилася. Прибывшие на место здарения вратовальники ликвидовали узгорание. У вынику пожару знищенный дах, пошкоджены перекрытия и маемость. Причина здарения высветляется. Основная версия – неосторожное обыходжение за огнем при куренне. В Смархонском районе супрацовники МНС выратовали собаку, який захрас у Брамцы. Ситуация наступная. Лапа живелина захрасла помеш металличными мацаваньями Брамки. Самостоинный допомогчий живелин суседей не смогли, тому и выкликали выратовальников. Не глядяши на то, что допомога живелин не выходит в обовязки работников службы выратования, супрацовники МНС не смогли застаться обыяковыми до ситуации. С допомогой гидравличных инструментов вратовальники растиснули металличные детали Брамки и вызвали лапу собаки. Усё завершилось поспехово, навод ветеринарная допомога собаку не спотребилася. Постанье на 27 мая у Беларуси вылечилось и выписано 15 923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Такую информацию размещает официальный телеграм-канал Министерства охоты здоровья. У Беларуси зарегистрировано 38 956 человек с остановочным тестом на коронавирус. Усяго проведено 485 534 теста. За весь период распаусюджывания инфекции на территории Беларуси померло 10-14 пациентов с шерохом хроничных захворваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Гродицам предоставлена махчимость процелотковаться, не выходячи з дома. 27 и 28 мая в Аужу звыклым для спашукальников электронным формате проводится кермаш вакансий. У его рамках зацекавленные могут задать питание наймальника, ознайомиться с режимом и умовами працы, накеровать резюме, отримать электронную консультацию и запрошение на сумове. Анлайн-формат кермашу дозволяет заработать все это в режиме реального часа. Больше 200 працонных мест пропонуют наймальники. Свои вакансии огучили 12 родинских организаций. Первоважная большая – промысловые и транспортные предприемства. На кермаши технологу пропонуют 1000 рублей в месяц заработной платы. Токару – 750. Итернарному урадшу – обьяцаны 1500 рублей. Покинуть резюме можно на сайте Державной службы занятости. В электронной ярмарке вакансий сегодня присоединились к участию и организации две других регионов. Это Минская и Могилевская области. Представлено более 220 вакансий. Это вакансии и для неквалифицированных рабочих, и для специалистов с профессионально-техническим, с высшим, средним специальным образованием. По заканчанию кермашу доступ до вакансий для спошукальников заховается. Все актуальные пропоновые будут автоматично перенесены у базу дазинных на портале службы занятости. До слова, воштная регистрация граждан у статусе беспроцовной проходит что дня по звыклым графику. Я значим, что по спотатистыце у здоровья беспроцовья, який на дазин момент региструется у Гродня, складая 0,3%. Основное, можно сказать, внимание, вот с учетом складывающейся ситуации, мы уделяем работникам предприятий, которые вынуждены, может быть, работать неполное рабочее время. Для них мы предлагаем временную занятость на оплачиваемых общественных работах. Это возможность работы, в частности, в СПК Гродненского района. Прошкольные лагеры на Гродничине будут працавать в середине червяня. У стационарной летники накеровать детей почнуть не ранее липенье, а военно-патриотичные лагеры на базе воинских частей гэтым летом функционовать не будут. У соведе со склавшейся эпид-обстановкой в Беларуси и, соответственно, в нашем регионе, скорректована программа оздоровления детей летнего сезона 2020. Отповедные решения приняты с уместом Министерством Адукации и Аховы Здоровья и грунтуются на даденных по прогнозе и динамице развития эпид-процессу. Об головных принципах селетней оздоровленьшей кампании рассказали у областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортным лечениям насельства. Главные принципы летней оздоровительной кампании текущего года остаются прежними. Доступность, безопасность, заявительный принцип. Несомненно, существующая на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в стране и в мире накладывает свой отпечаток на проведение данной работы. Поэтому единое мнение и желание всех заинтересованных сторон организаторов летних оздоровительных лагерей обеспечить максимальную безопасность наших детей во время нахождения их в лагерях. Сегодня приняты однозначные решения по организации работы летних лагерей. В текущем году в области будут работать оздоровительные лагеря дневного пришкольного типа и стационарные загородные лагеря, которых у нас уже 24, с учетом открытия еще одного лагеря в Мостовском районе. Военно-патриотические лагеря на базах воинских частей функционировать этим летом не будут. К вопросу открытия палаточных, живописных местах лагерей заинтересованными службами областными, это областное управление Республиканского центра, Главное управление образованием, здравоохранением, областным центром гигиены и эпидемиологии будет принято решение дополнительно в июле. В случае стабильной благоприятной ситуации в эпидемиологическом плане данные лагеря могут быть организованы в августе текущего года. Сроки открытия лагерей, пришкольные дневные лагеря планируется начинать работать со второй половины июня этого года. Работу стационарных загородных лагерей планируем начинать с июля текущего года. Это нам позволит провести три полноценных смены. Еще раз повторю об одном из главных принципов комплектации лагерей в текущем году заявительном, то есть обязательно желание посещать оздоровительный лагерь как ребенка, так и его родителей. И мы должны максимально эффективно использовать выделенные на это как государственные средства, так и средства родителей. Что касается подготовки летних оздоровительных лагерей, то на сегодняшний день она практически заканчивается. Осваиваются все выделенные на это финансовые средства как республиканского, так и областного бюджета, средства субботника. Все лагеря до конца мая должны быть с подписанными актами готовности и ждать своих маленьких клиентов. Планируемая стоимость путевок в данном году в стационарные лагеря в районе 420-450 рублей. При этом размер государственной дотации 205 рублей. Спортивно-оздоровительный лагерь 227 рублей. Размер государственной дотации в пришкольный дневной лагерь 85 рублей. Почему приняты такие решения? По рассчитанному, с учетом имеющихся данных и динамики эпидемического процесса, прогнозу, с конца мая текущего года ожидается снижение уровня заболеваемости. Вместе с тем регистрация отдельных случаев инфекции COVID-19 в первой половине июня будет продолжаться. Несомненно, организаторами лагерей будут предприняты максимальные меры по профилактике и снижению риска возникновения неблагоприятных эпидемических ситуаций на базах лагерей, начиная от приема как детей, так и обслуживающего персонала на работу. Будет обеспечено использование работниками средств индивидуальной защиты, влажная уборка помещений с использованием эффективных дезинфицирующих средств, дезинфекция посуды, инвентаря, оборудования на пищевлоках. Будет организовано максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для детей тоже на открытом воздухе. Инициатива Гродзинской молоди отрымала республиканский масштаб. День обороны детей и Сусветный день батьков, святы, которые в Беларуси означаются 1-го червяня. Активисты областной организации БРСМ пропоновали означать добрачным проектом. В его межах будет проведено доброе упорядкование гульнявых пляцовых в дворах, детских садках и социально-педагогических центрах. Саму акцию поддержали очень высоко и на уровне районных исполнительных комитетов, и жилищно-коммунальные службы. По согласованию где-то вместе с районными комитетами БРСМ находятся и технические возможности для реализации этой акции, это и закупка красок, закупка материалов для посадки, для озеленения площадок. Сами родители многие принимают участие и тоже высказали желание помочь кто-то материально, кто-то физически. Проект стартует 1-го червяня. В этот день грудинские семьи и волонтеры засеродят увагу на 20 объектах в области. Сирот их – детская пляцовка в грудинском микрорайоне Альшанка. Будовничество нового детского городка в Свислочи. Поширение гульнявой кропки в садку по улице Урублевского в Гродне. А гульная идея проекта под названием «Разом с батьками» подкресливаются инициаторы «Доброчинность», яка объединяет некольких поколений уже хоров при нем они. Неравнодушные горожане, волонтеры Союза молодежи, молодые семьи вместе примут участие в озеленении территории на детских площадках, в реконструкции их, покраске, может быть, уборке этих территорий. Идея этой акции – не остаться равнодушными и всем максимально сказать таким образом и слова благодарности нашим родителям в этот день и показать хороший пример подрастающему поколению. До слова, новый проект «Разом с батьками» различен не на один день. Как поведомили у Абкамі БРСМ, тягом только 1 червеня, на Гродзеншине будут доброупорядкованы некольки десятков дитячих плясовок. Координуются работы у каждом регионе краины волонтеры от Рада Доброе Сердце, активисты, улады и организации. Что течется ищих регионов республики, ответные мероприемства, заинциованные гродзенцами, стартуют с 8 червеня. Сельская господаршая, будовничая, сервисная. Гродзенский областный комитет БРСМ снова запрашивает молодь провести лето с корыстью. В рамках третьего працонного семестра охватным пропонованы мессы по 7 профилях. Усяго в регионе продоглежено больше за 7 тысяч працонных мессов на 240 объектах. Подробязни об летней занятости молодзи, в студотрадах и местах прасы у Руберцы «Комментары дня». На сегодняшний день в Гродненской области предложено 7 тысяч 36 рабочих мест для трудоустройства участников студенческих отрядов. Договорная кампания сейчас у нас проводится активно. Договоры заключены уже на 177 отрядов, порядка 3,5 тысяч рабочих мест. Наша акция, промо-акция «Выбираем студенческий отряд» в этом году уже собрала заявки около 4 тысяч желающих ребят, которые высказали намерение трудоустроиться летом в состав студенческих отрядов. В этом году ее особенность в том, что она перешла в онлайн-формат. Мы пользуемся технологией QR-кода. Все заявки размещены у нас в онлайн, и любой желающий может ознакомиться и направить ее нам на все наши доступные интернет-ресурсы. В перечне находится предложение всех тех предприятий, организаций, которые являются не первый год принимать на работу. Студенческие отряды и партнеры, они благонадежные и выполняют все обязанности по договору, который касается принимающей организации. Предложений в этом году порядка половины для отрядов сельскохозяйственного профиля, и на втором месте сервисная и производственная работа также у нас представлена. В этом году планируется два масштабных республиканских проектов, в которых Гродинская область будет принимать свое участие. Как и несколько лет подряд, все белорусской стройкой является строительство инфраструктуры в Островце, и туда будет направлен отряд из Янки-Купалы. И новый проект, который стартует, это производственная работа на ЗАО «Атлант». Порядка более 300 человек принимает отряд «Атлант» на производство, и мы направляем туда два студенческих отряда, которые представляют опять-таки Янки-Купалы университет и Лицкий район. Для того, чтобы работа в студенческих отрядах была слаженной, проводится у нас сейчас онлайн-обучение для разных категорий. Уже прошли онлайн-школа для руководителей медиапроектов, для руководителей трудовых проектов, и на базе Гродинского университета им. Янки-Купалы проходит школа комсостава и школа руководителей студенческих отрядов, то есть для командиров и для комиссаров. Это позволит им проявить руководящий потенциал, сорганизовать свою команду, и они смогут сделать тогда не просто отдельных участников студенческих отрядов, а полноценный коллектив. В прошлом году в составе студенческих отрядов БРСМом трудоустроено 6077 ребят, и Гродинская область по итогам прошлого года была признана лучшим штабом областным по формированию студенческих отрядов. Перечень предлагает работы для всей Гродинской области. Везде есть предложения по каждому району. Это все новины. Я с вами разведываюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова